Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Официальное заявление президента Армена Кабрамяна. Решение национального собрания парламента Западной Армении. В ICIT-2019 Ереван, день третий. Министр обороны Республики Армении принимает конгрессмена Джеки Спир и Федичоу. Сирийская правительственная армия хочет войти в Монбич. На месте раскопа Казанограда в Харберте Западной Армении найдено 2800-летнее историческое строение. Президент Западной Армении Армена Кабрамян сослался на решение Белого дома разрешить Турции продолжать территориальную оккупацию Северной Сирии и объявление Армена Джизели. Решение Белого дома напоминает решение Франции 1921 года. Напомним, что Ангорский договор 1921 года должен закончиться в 2020, когда Франция решила покинуть Киликию и оставить армянское гражданское население под властью убийц-гемалистов. Я предупреждала курдских чиновников об этом катастрофическом сценарии, но они не послушали меня. Армян, арабов и ассирийцев не в чем упрекать. У них было достойное нейтральное образцовое политическое отношение и защита прав гражданского населения всего региона, уважение всех наций и утверждение их права на самоопределение и жизнь перед лицом исламистов исламского государства. Сегодня ситуация с приходом турецкой армии не изменилась. Мы столкнулись с новой провокацией, столкнулись с прямой угрозой существования нашего собственного населения, что мы видели в случае с ИГИЛ. Я призываю постоянных членов Совета безопасности ООН полностью изучить этот вопрос с точки зрения международного права и договоров. Нам не нужна турецкая армия для решения региональных проблем. Мы хотим избежать этнических чисток и демографических изменений в регионе. Появление турецкой армии в Джузире и ДРС Зори станет непоправимой ошибкой для мира на всем Ближнем Востоке. Армен Акаб Армян, президент Республики Западной Армении. Решение номер 26 2019 года, 9-13. Армяне в Армянском Нагоре и в непосредственной его близости на непризнанной коренной нации. Руководствуясь Национальной Конституцией Республики Западной Армении, принятой 9 мая 2016 года, принимая во внимание официальную декларацию Национального собрания парламента Западной Армении, принятую 20 января 2007 года. Принимая во внимание декларацию Организации Объединенных Наций о коренных народах, принятую 13 сентября 2007 года. Принимая во внимание все договоры, резолюции и декларации ООН, защищающие права коренных народов, Национальное собрание Западной Армении решило признать армян как коренную нацию высокой цивилизации, которые существовали на протяжении тысячелетий в исторической Армении, в Армянском Нагоре и окрестных территориях, которые включают в себя Арцах, Джавахк, Нахачевань и Киликию. Ахван Тонаканян, спикер Национального собрания Парламента Республики Западная Армения, 7-10-2019, Национальное собрание Республики Западная Армения. В Ереване продолжается Всемирный форум ITVCIT-2019. Второй день форума также был богат событиями. На сцене форума выступил американский венчурный инвестор, писатель Гарри Вейнерчук. После прошла панельная дискуссия на тему площадка идей, где выступили основатель Reddit Алексис Оганян, основатель ГИФИ Алекс Чанг, основатель Pixar Тоганес Авоян и звезда реалити-шоу «Бизнес-леди» Ким Кардащан. Более подробно об этих и других событиях форумы смотрите на нашем канале в YouTube. 7 октября министр обороны Республики Армения Давид Тонуян принял членов Палаты представителей США и Комитета Палаты представителей по армянским опросам Джеки Спира и Джудичу. Пресс-служба Минобороны Армении сообщила Армен Пресс, что подчеркивая постоянную поддержку представителей Конгресса США в укреплении армяно-американских отношений, Давид Тонуян представил гостям процесс и перспективы армяно-американского сотрудничества в области обороны, выразив надежду, что усилия конгрессменов также будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в этой области. В ходе встречи стороны также обсудили другие, представляющие интересы вопроса. Военный источник в сети Twitter передает, что сирийская арабская армия возобновила обстрелы укрепрайонов исламистов на юго-западе от административного центра провинции. Под ударом артиллерии правительственных сил оказались позиции радикалов на окраинах города Джазра. Между тем, лидер новоизбранной сирийской национальной армии, в которую вошли исламисты различных протурецких панкруп, заявили о том, что боевики не допустят перехода Манбирского района под контроль законного правительства Сирийской арабской республики и войдут в город первыми. Об этом сообщает Twitter-канал. По информации, опубликованной на странице в Twitter Джараблус, к расположенной северне Манбиджи уже прибыла партия туристской военной техники. Напомним, накануне поступали неподверженные сведения о том, что сирийские войска движутся в направлении Манбиджи, дабы занять его, предупредив тем самым вторжение поддерживаемых анкарой джихадистов. В одной из деревень в районе Харберц, Западной Армении, где казнокрады проводили незаконные раскопки, археологи обнаружили, что место использовалось в качестве военной территории или место для служения знати. Как видно из канализа о керамических находах, следы истории уходят в эпоху царства Ван, в 800-е годы до нашей эры. Сооружение окружено стеной толщиной полтора метра, как полагают археологи. Из-за администрации музея район был культурным центром прошлого. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Анду. Далее мы представим вашему вниманию. Далее мы представим вашему вниманию. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.